За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции выявили 213 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Зарегистрировали 5 ДТП с материальным ущербом. Пострадавших не было. На праздник 23 февраля инспектором дорожного движения попался один пьяный водитель. Пьяных водителей регулярно отлавливают сотрудники ДПС. То есть на этой неделе у нас попался один человек. Ну, возможно, все в празднике сидели дома. А так обычно по 6-9 человек у нас исключаются из участия в дорожном движении в связи с тем, что они либо предположительно управляют в состоянии алкогольного пьянения, либо уже после этого устанавливаются. Еженедельно с пятницы по понедельник сотрудники ДПС проводят мероприятия по выявлению автомобилистов под градусом. Несмотря на то, что на улице солнечно и тепло, а на некоторых дорогах сухо, автомобилистам не нужно забывать о правилах безопасности в зимний период. Чистая дорога тоже может таить в себе опасность. На ней может быть тонкая корка льда. Сотрудники ГИБДД призывают водителей правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Следует быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам. Несмотря на то, что дорога достаточно чистая и может образовываться вот эта корка льда, пешеходам не стоит забывать, что тормозной путь у автомобиля все еще достаточно длительный. Поэтому прежде чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что все автомобили, все водители вас видят и все водители вас пропускают. 7 марта госавтоинспекция проведет акцию «Цветы для автоледи», посвященную Международному женскому дню. Участники акции подарят женщинам-водителям цветы и напомнят о правилах дорожного движения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.